И теперь о паводковой обстановке в Ненецком округе. По состоянию на 16 часов 11 мая голова основного ледохода находится на участке Лабожская Оксина, в 40 километрах от Нарьинмара. Оценить ледовую обстановку с воздуха отправились представители власти, силовых ведомств и МЧС во главе с губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. Далее все подробности. Вылетев из Нарьинмара в 10 утра, винтокрылая машина берет курс на село Нижнепечорье. Маршрут пролегает вдоль реки через Тельвиску и Макарова, Оксина, Хангурей, Каменку. Задача – обследовать ледовую обстановку с воздуха. Первая остановка в Великовисочном. Старинное Печорское село находится в зоне риска. Чаще всего именно здесь вода подбирается вплотную к дворам, а то и вовсе затапливает дома и хозяйственные постройки. В 2020-м в селе даже вводили режим ЧС, когда вода поднялась выше критической отметки – 8 метров 35 сантиметров. Сегодня эта цифра равна 7 метрам 5 сантиметрам. К неблагоприятному сценарию в Великовисочном на всякий случай подготовились. В здание школы развернули пункт временного размещения на 150 коек. С каждой организацией проведены работы. Севержилкомсервис, МКП «Север», больница. Каждый выдвигает свою группу людей. Закреплены лодки. За этими лодками по 2-3 человека. И пожарные части, мотопомпа на случай пожара переносится на прогресс, на лодку. Потому что вдруг поводок будет. В принципе, заключены договора со школой на питание. Выгрузив попутно привезенную почту, вертолет укладывают мешки со свежеиспеченным хлебом. Продовольствие доставляют в соседние Тошвиску и Щелина. Связь с этими населенными пунктами вперед распутится только по воздуху. А потому жителей глубинки необходимо обеспечить продуктами первой необходимости. В ходе осмотра ледовой обстановки сотрудники МЧС, полиции и представители власти удостоверились, что по всей протяженности реки идут подвижки. Лед трескается, в отдельных местах уже образовались полынии. Необходимости проводить какие-то взрывные работы мы не увидели. Заторов явных таких нарекений нет. В отдельных местах, вот виска, допустим, великовисочная, там уже открытая вода, и вы видели, там уже люди на лодках плавают. Какие риски? Ну, в первую очередь, это великовисочная. Мы понимаем, что уровень воды там поднимется, но ожидается, что уровень воды будет ниже прошлогоднего. Поэтому в целом мы готовы к подъему воды. По прогнозам гидрологов, ледоход в районе Нарьинмара пройдет 12-14 мая. Данные по уровням воды и ледовой обстановке вы сейчас видите на своих экранах. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Продолжение следует...